Я снимаю новые серии «Дружка шоу». «Хижикоринг» из серии «Дружка шоу». Вам переводчик не нужен? Нет. Замечательно, это высший пилотаж. Это очень хорошо, когда летом тебе вроде нечем заняться, и есть такие курсы, куда ты можешь прийти просто пообщаться с людьми. Общение с людьми стало основой для площадок летней школы САФУ. В этом году были представлены четыре направления. Английский язык – ключ к глобальному информационному пространству, журналистика – от идеи до публикации, наследники Шерлока Холмса и в мире компьютерных наук. Это новый формат курсов не только для школьников, но и для педагогов. Это все равно новый коллектив, это другие люди, и это школьники, которые, в принципе, они же не поступили в университет, чтобы учиться, получить профессию, они просто пришли, чтобы провести эти две недели. Конечно, школьники – это совершенно особый контингент, но они жизнерадостные, они более веселые, чем студенты. Они еще не знают, как тяжела жизнь студента. Им весело, им хорошо. Беззаботное лето все-таки можно провести с пользой. И в рамках летней школы познакомиться со спецификой профессии журналиста, переводчика, юриста и программиста через лекции, практические занятия, практикумы и экскурсии. Перед летней школой я, честно говоря, я даже не знала, чего ожидать от этого всего, так как впервые приходила на подобные мероприятия, но все было прекрасно. За две недели ученики разных школ Архангельска смогли почувствовать себя единым профессиональным коллективом. Для многих летние курсы стали экспериментальной площадкой, позволяющей определиться с планами на будущее. Я захотела пойти, потому что я собираюсь на журналистику факультет и посмотреть, подходит ли это ко мне профессия, что-то изучить и понять, вообще мое ли это. Я захотела пойти дальше на журналистику и подавать документы на этот факультет. Мне очень понравилось. Я сначала выбирала, мне хотелось и на программирование там записаться, и в то же время пойти на наследники Шерлока Холмса. Разноплановость направлений позволила привлечь школьников как с техническим, так и с гуманитарным складом ума и дать им шанс протестировать свои возможности. Например, ученики языковой школы вновь углубились в основу английского языка, получили навыки публичного выступления и примерили на себя роль журналистов и переводчиков. Мы можем混ぜть и... Микроволновка? Нет, нет. И можем приготовить все эти единицы на этом. Основная форма наших занятий – это, конечно, интерактив. На сегодняшний день это передовая форма обучения иностранному языку, поскольку язык должен изучаться безусловно в реальных ситуациях, только в коммуникации и никак иначе. Коммуникация – основа для журналистской деятельности, поэтому в летней школе по журналистике практика была на первом месте. Экскурсии становились инфоповодами для репортажей, зарисовок и новостей. Мы с ними не проходим вообще никакой теории. Ну, практической теории у нас нет. Они профессию журналиста познают на практике. Здесь очень дружеская обстановка и то, что здесь нет строгости, как в школах. Я научилась создавать новости и репортажи, писать правильные заголовки. А школа программирования познакомила учеников с современными тенденциями в сфере информационных и коммуникационных технологий, научила разработки несложных приложений. В юридической школе акцент был сделан на дискуссии. Организованные мини-суды стали площадкой о точке навыков работы с фактами и доказательствами. Объединяемое совершение преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 105 главного полиса. Секретарь, доложите олег. Самое запоминающееся, наверное, мини-суды. Ну, оба. Они... Ну, как, запоминаются, да. Интересно поучаствовать в этом всем. У нас поделены команды и выдали дело. Необходимо было просмотреть все доказательства, подготовить свидетелей, подготовить обвинения или защиту. И в результате мы выступали с этим. За ранние подъемы в каникулы и стремление узнать что-то новое все получили сертификаты, подтверждающие участие в летних школах САФУ. Теперь в багаже у каждого не только знания, но и опыт, позволяющий определиться с будущей профессией и профильным направлением последующего обучения в школе. Каждый день мы в обычной жизни такой практики не имеем. А здесь есть такая возможность, и это очень хорошо. Марина Огнева, Сергей Земских, Дмитрий Городов, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.